Орбан и друзья создают крупный блок в Европарламенте, нападение на украинско-румынской границе, а в Москве начинают продавать билеты на концерт Канивеста в Лужниках. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Владимир Зеленский впервые говорит о потерях украинских сил обороны. Один украинец до шести россиян. В Британии боятся российского влияния на выборы. Я не ожидаю, что в Британии что-то кардинально изменится. Москва организовывает отправку своих детей в КНДР. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку суперспасибо. Это очень важно. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Вмешательства в выборы в Британии со стороны России опасаются в местном правительстве. Говорят, что вероятность этого высока. Вице-премьер-министр прокомментировал расследование телеканала ABC, который раскрыл вероятную операцию российского влияния, направленную на поддержку партии Reform UK Найджела Фараджа. Злонамеренные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, соответствующие их повестке дня, являются еще одним примером вызовов во все более нестабильном киберпространстве 21 века. И это вызывает серьезное беспокойство во время избирательной кампании. Компания ABC обнаружила почти 200 тысяч аккаунтов в Facebook, которые скоординированно публиковали одну и ту же информацию в поддержку евроскептиков. Администраторы этих страничек, как правило, находятся на африканском континенте, хоть и пытаются позиционироваться как британцы. Это важно потому, что в предыдущих случаях, когда подобные сетки действовали на выборах, администраторы тоже были на африканском континенте. Насколько обстановка напряжена и действительно ли сильно российское влияние в Великобритании, мы спросили у эксперта Богдана Фернса. Я не ожидаю, что в Британии что-то кардинально изменится с точки зрения прогнозов, которые уже звучали. Либристы, скорее всего, получат победу после 14 лет правления консерваторов. Это никоим образом не означает, что внешняя политика этой страны кардинально будет изменяться, особенно в контексте поддержки Украины и Российско-Украинской войны. То, что есть определенное возрастание популярности партии реформы для Великобритании, такого политика эксцентричного, как Нигель Фараж, который был в свое время инициатором истории с Брекзитом, это да. И это будет, конечно же, частично на руку Кремлю, потому что для России важно, чтобы как внутри стран западных, так и, например, в Европейском Союзе или в НАТО, все было фрагментировано, конфликт нарастал, проблемы возникали. Вот поэтому они стараются использовать то, что они могут использовать. Зеленский впервые заговорил о потерях сил обороны Украины. Говорит, соотношение в потерях один к шести. И эта статистика уже улучшенная. Раньше было хуже, говорит президент. Но секрет победы не в этом. По-перше, давайте наведемо приклад с людьми. Это действительно очень важно. И действительно у них набагато больше людей. И действительно мы беремо своих людей больше. И действительно у нас людей не будет больше, чем у России. Но в этом всем мы должны посмотреть, что у нас сегодня гинуть один украинец до шести россиян. У нас была статистика десь в четыре раза. А сейчас в Харківском направлении, в Покровском направлении. Сейчас цифры один до шести. Я не до этого веду, что мы должны воювать до конца. И нам хватит людей. Нет. Я просто хочу вам сказать, что все эти балочки про большую количество людей, про миллионы россиян, то, что так, они имеют рацию, но... Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, лидер ультраправой австрийской партии «Свобода» Герберт Кикль и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объединились в Европарламенте в общую правую группу. Такое заявление они сделали по результатам встречи в Вене. Мы берем на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе. Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами. Начинается новая эра, говорит Орбан. Три партии, которые они представляют, одержали победу каждая в своей стране. Партия «Фидес» в Венгрии, австрийская партия «Свободы» и партия «Ано» в Чехии. Но для создания такой группы в Европарламенте необходимо как минимум семь стран. Но Орбан, Бабиш и Кикль пообещали раскрыть состав этой правой группы позже. Вместе с Богданом Ференсом мы попытались разобраться, к чему эти заявления и что важного можно из них понять. В принципе, разделились основные портфели в европейских институциях. И это в первую очередь между двумя самыми сильными политическими группами. Это христианские демократы, так называемая партия, европейская народная партия, ну и социал-демократами. Все эти две политические силы, плюс еще либералы частично, они все-таки мощные, и они дальше будут продолжать ту политику Европейского Союза, которая была до выборов в Европейский парламент. Что касается правых, у них есть одна проблема, это, я думаю, хорошо. То есть они не умеют особо объединяться. Они действительно для нас, возможно, или для тех, кто не особо в контексте, выглядят одинаково. Но правые, они также достаточно разнятся между собой, и им договориться иногда достаточно сложно. Даже если это происходит, то на короткий промежуток времени. И это, как бы, вот этот маятник, он, конечно же, будет влиять на общеполитическое настроение, но в то же время кардинального изменения в политике Европейского Союза не ожидает. На украинско-румынской границе двое мужчин, вооруженных мачетой и газовыми баллончиками, напали на пограничника. Его повалили на землю и ударили по ноге. Пограничник застрелил одного из нападавших, второй ранен. Событие официально подтвердили в погранслужбе. Говорят, ведется расследование происшествия. А вы хотели бы отдать ребенка в лагерь? Ну, только если лагерь в Северной Корее. А вот в России ожидается большое количество желающих, потому что там условия хорошие, говорит председатель правления движения первых Григорий Гуров. Первая группа детей отправится в корейский аналог Артека в конце июля. А в самой КНДР тем временем обвинили США, Японию и Южную Корею в создании азиатского аналога НАТО. США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе. И не означают азиатскую версию НАТО, но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений. Может быть, Ким Чен Ыну это нашептал Путин во время визита, но угрозы в сторону Южной Кореи звучат все чаще. Это вопрос не только Южной Кореи, это вопрос Япония, например, которая также усиливает милитаризацию, отказывается от ограничения навязанной после Второй мировой войны, стоит непосредственно модернизировать свои вооруженные силы и может гипотетически оказывать нам помощь, в том числе не только быть провайдером и таким адвокатом Украины в Тихом океанском бассейне, но и помочь нам военными технологиями. Напомню, что Япония уже оказывала помощь в вопросе развития боевых дронов и разведывательных технологий техничной связи и так далее. Вот сейчас ситуация с такими вызовами на корейском полуостре должна подтолкнуть Японию также в более интенсификацию военно-технического сотрудничества. Это вопрос и Филиппин, и других стран, которые находятся в конкурентных отношениях с Китаем и считают, что любое усиление Северной Кореи в этом регионе, опасность которой новой войны в регионе, это обозначится и на них так же. Украинец, обвинявшийся в теракте в Мочулищах, вернулся домой. Белорусские силовики и пропаганда обвинили Николая Швеца в подрыве российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Мочулищах. Тогда пропагандисты писали, что СБУ бросило исполнителя и оставило наедине с расстрельной статьей. Вместе со Швецом освобождены еще четыре человека, причем даже те, кто считались в Беларуси политзаключенными. Речь идет о Екатерине Брухановой, Наталье Захаренко, Павле Куприенко и Людмиле Гончаренко, пишет издание «Зеркало». Рэпер Кани Вест прилетел в Москву. Скорее всего, это был частный физит, но теперь в сети расходятся прогнозы. Будет ли концерт в Москве? Основатель концертного агентства TCI говорит, что концерт будет вряд ли, но в Москве уже продают на него билеты и не так уж и дешево. Рэпер приехал на день рождения модельера Гоши Рубчинского, ему как раз исполнилось 40 лет. В российских медиа даже успели посчитать, на какую сумму Кани Вест пообедал 98 тысяч рублей. Рэпер известен своими скандальными высказываниями. К примеру, он говорил, что ему нравится Гитлер и что он любит нацистов. Говорил, что он очень пророссийский и Путин ведет отличную и правильную политику. Я хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Шуперспасибо» помогает нам создавать новое и новое видео. Не останавливайтесь на этом, продолжайте так делать и дальше. Спасибо вам. И ставьте лайки, конечно, ставьте комментарии и подписывайтесь на канал, это обязательно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова